В муниципальном центре культуры торжественно открыли 19-е областные рождественские образовательные чтения «Молодежь, свобода и ответственность». Три дня представители Магаданской Сенегорской епархии, Министерства образования, педагоги и ученые будут говорить о духовной безопасности молодежи и о проблемах планирования семьи среди молодых людей. На рождественских чтениях выступит гость из Москвы, председатель общественного движения «Семья, любовь, отечество», эксперт Ассоциации организаций по защите семьи, психолог, публицист, аналитик и общественный деятель Людмила Рябиченко. Я думаю, что такие мероприятия, как рождественские чтения, позволяют рассматривать причины, в том числе и детской агрессии, с единственной верной позиции, с позиции духовных оснований, с позиции греха, с позиции истоков, кроющихся в нашем отступлении от понятий правил, нормы, ценности. Вот в этом ценностном аспекте мы должны рассматривать все, что происходит в обществе, в том числе негативные процессы. В среду, 12 декабря, гости 19-х рождественских чтений встретятся со студентами высших и средних профессиональных учебных заведений, врачами и работниками Министерства здравоохранения и обсудят с ними вопросы демографической политики. У Магаданского мемориала за службу и храбрость прошла акция, посвященная памяти погибшим во время чеченских кампаний и в других локальных конфликтах. Более сотни представителей силовых структур, МВД, МЧС и Росгвардии вспомнили своих товарищей, которые отдали жизнь, исполняя служебный воинский долг на Северном Кавказе. С напутственным словом выступили ветераны боевых действий. Сегодняшний день мы вспоминаем всех тех, кто не вернулся с выполнения боевой задачи и навсегда остается в наших сердцах и памяти. Хочется всем нам, кто живой, вечно помнить о подвиге и героизме наших боевых товарищей и своими делами не допустить в дальнейшем таких событий в нашей стране. Дань уважения павшим колымчанам также выразил известный российский актер театра и кино Игорь Лифанов, который находится на гастролях в областном центре. Большинство моих фильмов связаны с военной тематикой и поэтому мне это все близко. Я как мог старался передать это все. И как хотелось бы, чтобы тот, кто не вернулся оттуда, сейчас точно так же стояли бы с детками, точно так же нас фотографировали бы и снимали. Как жаль, что их нет. Вечная память героям. Память погибших почтили минутой молчания провели поминальную службу. Церемония завершилась возложением цветов к монументу. Именно 11 декабря 1994 года начался вооруженный конфликт в Чеченской республике, в котором погибли 4 тысячи солдат. Еще 20 тысяч получили ранения, в том числе магаданцы. Дату внес в календарь тогда еще полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе генерал Константин Пуляковский, потерявший сына в первой чеченской кампании. О главном правовом документе России школьникам рассказали. На нем присутствовал мэр Магадана Юрий Гришан. Вместе с учениками 11 класса он отвечал на вопросы учителя Олега Яранцева о становлении современной Конституции, которая пришла на смену основным законам Российской империи 1906 года и Конституциям РСФСР, а также о формировании верхней и нижней палат парламента нашей страны и выборах президента. На занятии также подробно разобрали структуру власти, права и обязанности россиян и систему выборов. Мы по Средниканскому району избрали главой района, кусочек государственного муниципалитета, когда избрали человека, имеющего круглого гроба, у него было образование два класса. Поэтому это очень опасно. И вот в последнее время, хотя у нас и введен опять режим выборов губернаторов, но есть всевозможные фильтры, в том числе партийные фильтры. Сейчас были выборы губернатора Норсова Сергея Константиновича. У нас самого движения, нормы нет. Урок провели в преддверии юбилея со дня принятия Конституции РФ. Документ по итогам всенародного голосования утвердили четверть века назад, 25 декабря 1993 года. Именно тогда в Конституции России прописали все основные положения о суверенитете, о системе государственной власти, правах и обязанностях россиян, которые действуют и сейчас. В заключении встречи Юрий Гришан отметил, что всегда открыт для диалога и предложил школьникам делиться идеями по электронной почте. В среду 12 декабря откроет свои двери новый цифровой зал на 60 мест в кинотеатре «Горняк». Это стало возможным благодаря гранту Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в размере 5 миллионов рублей, которые выиграли в этом году. Новый кинозал расположился на втором этаже здания и стал дополнением к основному на 500 мест. Он имеет экран шириной 7 метров и 4 в высоту, современное звуковое оборудование, систему для 3D-показа, удобные кресла. Как отмечает директор «Горняка» Тамара Деленко, благодаря обновлению зала кинотеатр сможет демонстрировать больше премьерных кинолент. Где-то 5-6 сеансов в малом зале будут проходить. А потом, видите, зал в таком выполнен стиле ремонта. Здесь не только будет кинопоказ фильмов, здесь будут какие-то творческие встречи, будут киновечера. И, в общем-то, я думаю, он отработает свое, так сказать, назначение. Возрастет и охват аудитории. Ежедневно «Горняк» посещают более 60 тысяч человек, а с расширением ожидается увеличение зрителей до 80 тысяч. Открытие нового цифрового зала приурочено к 70-летию кинотеатра «Горняк». Есть мнение, что кредит брать невыгодно. Давайте подсчитаем. Допустим, у нас есть тысячи рублей. Средняя инфляция в стране составляет примерно 12%. Первый год она съест около 100 рублей, а за 6 лет – 500. То есть, через 6 лет мы купим на нашу тысячу столько же товаров и услуг, сколько сегодня купили бы на 500 рублей. Если бы мы взяли эту тысячу в кредит, то переплата по нему была бы гораздо меньше. Особенно, если брать кредит под залог недвижимости. Чаще всего кредиты под залог недвижимости оформляют для того, чтобы купить автомобиль, сделать дорогостоящий ремонт или погасить взятые ранее более дорогие займы, а также несколько займов сразу. По кредиту под залог недвижимости можно получить до 30 миллионов рублей со ставкой от 9,9% годовых. По словам представителей Банка «Восточный», кредит под залог недвижимости – один из самых выгодных для потребителей кредитов. Используя заемные деньги, можно ни в чем себе не отказывать и не бояться инфляции. Общероссийский день приема граждан пройдет в Магадане в День Конституции. В среду, 12 декабря, обратиться к заместителям мэра может любой горожанин. Начиная с полудня и до восьми вечера для жителей столицы Колымы будут открыты двери городской администрации. Как показывает практика, отмечают специалисты, люди охотно приходят на встречи с чиновниками и, как правило, с одними и теми же проблемами. Это факты коррупции, нарушения в сфере жилищного законодательства и при сделках с недвижимостью. Сами чиновники утверждают, что такие встречи подобно лакмусовой бумажке выявляют, насколько руководитель того или иного ведомства компетентен и осведомлен в тех вопросах, которые ему задают люди. Общероссийский день приема граждан пройдет в порядке живой очереди. Кстати, чтобы попасть на прием к заместителям мэра или руководителю определенного ведомства, нужно взять с собой паспорт. В Магадане продолжается чемпионат города по хоккею с шайбой. Уже провели больше половины игр. Все 10 команд не раз принимали участие в различных соревнованиях. В этот раз на лед вышли спортсмены в черном из Армады и детско-юношеская спортивная школа. В первом периоде Армада вела 4-1, но уже на втором периоде соперникам удалось вырваться вперед. Встречу закончили со счетом 7-6 в пользу детско-юношеской спортивной школы. Сейчас в турнирной таблице лидируют команды «Нордтранстрой» и «Строитель». Хорошие команды. Я думаю, что это будущее Магадана, которое будет представляться или в других командах высокого уровня, или Магадан выйдет всей командой на высокий уровень хоккея России. По итогам чемпионата четыре лучшие команды сыграют в плей-офф. А 13 декабря начнется кубок губернатора Магаданской области по хоккею с шайбой. В нем примут участие команды из Анадыря и Москвы. О вкусах, как правило, не спорят. Но некоторые просто не могут удержаться от того, чтобы навязать другим свое мнение. Так и пес мобильного репортера пытается оградить своего хозяина от некачественного контента. Можно, конечно, подумать, что питомец просто принимает все на экране за чистую монету и пытается защитить друга. Но скорее ему просто не нравится фильм, и он не хочет, чтобы кто-то его смотрел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова